Приветствую вас. Вы знаете, Англин, я прочитал ваш текст, и первое, на что я хочу обратить внимание, это на то, что у вас явные проблемы с детско-родительскими отношениями. То есть, образно говоря, детство у вас было, если я правильно понял, таким не самым безоблачным, если я правильно понял вас, детство у вас было достаточно таким сложным. Вот. И вы выбрали себе мужчину, с которым чувствовали, как вы сами говорите, вы сами говорите, что с этим мужчиной я чувствовал себя защищен. Да? То есть, как будто вам самой по себе не получалось чувствовать себя защищенной. То есть, вроде бы вы работали, вроде бы вы себя содержали, но вам нужен был защитник, мужчина-защитник. Ну, такой вот человек, который возьмет на себя ответственность за вас. И вы такого человека нашли. Это ваш муж. Но он старше вас намного. По сути, он годится вам в отце. Это неплохо. Но, с учетом того, что вы рассказали про свое детство, хоть вы рассказали про него и совсем чуть-чуть, я полагаю, что в нем вы всегда видели не только мужчину, но еще и родителя. Отца. Возможно, идеального отца, которого вам не хватало. Так вот. И если это правда, если вам действительно не хватало отца, то нет ничего удивительного в том, что мужчина сейчас начинает вас тюкать, как вы говорите. И нет ничего удивительного в том, что вас сейчас это по факту напрягает. Почему? Потому что вы со своим мужчиной, поскольку это все-таки в большей степени родитель, и ведет себя как родитель, вы со своим мужчиной не занимаете самостоятельную, равную позицию. Мужчина же со своей стороны хочет, чтобы его женщина была сильной, самодостаточной, он хочет, чтобы его женщина действительно уделяла ему внимание, время, была, так сказать, статусной. Статусной. Чтобы женщина была статусной. То есть, женщина для него вы, статус. И это один из ключевых моментов. Я не уверен в том, что мужчина вас принимает полностью такой, какая вы. не уверен, что он может это сделать, потому что он воспринимает вас отчасти как ребенка. Либо даже если он не как ребенка, то явно как человека, который ниже его, который ниже его по статусу, по уровню, по уровню, по уровню. Чему-то еще. Это неприятно. Да. Я с вами согласен. Это очень неприятно. Но, тем не менее, это так. И вы хотите на протяжении всего текста завоевать его любовь. Вы боитесь, что мужчина перестанет любить вас, если вы не будете делать то, что он, образно говоря, от вас хочет. Вы боитесь потерять человека. И я вас понимаю. Но вопрос в том, почему вы боитесь потерять человека. Почему вы боитесь его потерять? И вот ответ на этот вопрос скроется в том, что А. Вы хотите семью. Для вас семья, судя по всему, не пустой звук. Вам нужно чувствовать разрушенность. Б. Вы хотите ребенка второго. Ребенка там тоже. Такая вот, ну, на бессознательном уровне подтверждение того, что вот я что-то знаю, что я сейчас шеф-то стою. Ну, а зачем вам ребенок? Опять же, да. Зажим вам ребенка, если вы собирались переезжать в новую страну. То есть, по сути, если вы собирались переезжать в новую страну, вам не нужны были дети. Потому что на новом месте дети, ну, это нервотрепка. Действительно, нервы и так далее. Дети, верно, ставят тревожными и так далее. Но вам нужны, если вы хотите еще одного. То есть, как бы, здесь вот ваш конфликт. Ваш конфликт. То, что вы чувствуете. То, что, ну, то, как вам тяжело в этой ситуации. Знаете, какие у вас противоречия идут здесь. Такая вот история. Давайте я сейчас отвечу вам на вопросы, как правильно вести себя с Мудином. Выражая свои чувства. Выражая свою позицию по данному вопросу. И, оставивая ее. Никаких волшебных ресептов здесь нет. Другой вопрос, что вы, что вы не уверены в своей позиции. Вы не уверены в своей позиции, касающейся того, что вы можете не работать. Вот это уже совсем другая история. То, что вы не уверены в своей позиции. То есть, весь ваш текст, все, что вы говорите, это все, как бы, спор с мужем. Это желание доказать ему, что вы можете не работать. Ну, не знаю, может быть, это связано с тем, например, что вам работа давалась тяжело, и вы, по сути, на работе никогда не были счастливы. Вы никогда не получали удовольствие от своей работы. Никогда. И, может быть, у вас есть такая вот установка, что работа это что-то с тяжелой обязательностью работа, это что-то, что-то такое вот насильное и так далее. И вы пытаетесь убедить мужа, что я и без того, чтобы, и без работы, я ценно, я ценно и без работы. Но то, что муж пытается вас как-то вот направить на работу, это говорит о том, что он не чувствует себя защищенным. А вы хотите этой защищенности от него. И получается, что ощущая, что он пытается на вас как-то вот приложить ответственность по защите, ответственность, ну, ответственность по защите, вы теряете его в, значит, ну, вот в своих главах, как такого вот, ну, защитника своего, скажем так, вот. Вот, понимаете, какая штука. Поэтому, это вот, как раз таки, это вопрос, касающийся того, в том числе, как относиться к высказываниям вашего мужа. Относиться вы можете к этим высказываниям только через призму своих собственных переживаний. Если ваши собственные переживания являются противоречимыми, противоречивыми, если ваши собственные переживания являются негармоничными, Если ваши собственные переживания являются трудными, болезненными, то вам будет тяжело относиться к тому, что говорит муж. Тяжело пытаться его понять. Почему? Почему? Потому что вы на данный момент привыкли к тому, что очень, очень многие вещи вы делаете через силу, к сожалению. И вот научиться делать какие-то вещи без усилий, научиться делать какие-то вещи, чтобы не, ну, условно говоря, чтобы не насиловать себя. Это ваша задача. Поднять саму оценку, повысить уверенность в себе, снизить, немножечко снизить для себя значение своего мужа. То есть, эээээ... И именно, вот снизить значимость своему мужу, для вас. Потому что сейчас он для вас слишком, слишком значим? На мой взгляд, по крайней мере, а такого быть в общем и целом не должно. Не должно быть такого, чтобы для нас он имел большую значимость, чем он должен иметь. Это такой аноним. Дальше, вы пишите или все бросать и на работу срочно бежать. Вот к чему аноним этот ваш последний вопрос? Вы правда сделаете так, как вам скажут психологи? Правда? Давайте разберем немножко ваш текст. Значит так, подскажите, как правильно себя повести? Муж меня упрекает, что я не работаю. Как правильно себя повести, чтобы что? Чтобы муж перестал упрекать, но он не перестанет. А вас это задевает? Может быть, мы работаем с причиной, почему вас задевает дождь, что ваш муж вас упрекает в чем-то? Так. Дальше, значит, ну как я и сказал, большая разница в возрасте, 23, так понимаю, года. Вот. Когда я его встретила, мне было 22. Я в него если не влюбился, он мне харизматичный, мне все привлекательный. И главное, от меня поддерживало себя защищение, когда камень на сеной вод. То есть приложили на него ответственность за свое защищение, за свои личные границы. До встречи с ним я работал 17 лет, зарабатывал где придется, родители не содержали. Почему? Из-за чего? Из-за чего? Очевидно, если вы работали, вы, ну, опять же, вынуждены. Знаю, как трудно бывает работать, поэтому я очень-очень приняю то, что можно обеспечивать семью. В том-то и дело. В том-то и дело. В том-то и дело. Знаете, если заработать не трудно, вот, серьезно. Заработать не трудно, если работа идет в радость, если человек занимается тем, что он хочет. У вас этого не было. И, возможно, любая работа является для вас обязаловкой. По сути. Вот. Дальше. Так. Я очень ценю то, что можно обеспечивать семью. Цените больше, чем нужно. Очевидно. Учащий вahhashm я научил высшее образование. Выучил иностранный язык. Получили высшее образование что-то, что-то. Выучил иностранный язык. Для чего? После окончания вуза пошла работать по профессии, вы хотели работать в этой области? ЗП была небольшая по московским меркам, если посчитать сколько денег уходило на поддержание работы в офисную одежду проездов, то совсем денег немного выходило. Но опять же, выглядит так, как будто вы тягаситесь с этим. Плюс ко всему карьерный рост. Не очень понятно, где у вас здесь карьерный рост. Так, я работала 5-2, а уставала большей частью от усиживания часов. Часто сидишь, совсем нечего делать. За то время можно посудить себе, подумать, поразмыслить, что-то ещё поделать. Надо сидеть и высиживать часы работы. Ну, опять же, это вопрос скорее к рабочему месту, которое вы выбрали. То есть, если в 20 минутах у нас теперь надо родиться к руководству и сказать, что вот так и так. На этом есть свободное время, почему я там не могу что-то в течение его поделать. То есть, вы не защищали свои интересы, вы не отстаивали их вопросы, здесь выступаете как жертву. Загрузку сотрудники заниматься чем-то полезным для себя не получалось. Простите, а какой сотрудник имеет отношение к тому, что вы что-то делали для себя? Домой всё равно приходила уставшая, и мы с работы тоже уставшая. Слушайте, ну, устав был обратный. Да, у вас она была неприятная, эта устава. Мы с работы тоже уставшая. Я вот не очень понял, почему мы с работы уставшие приходили, он, как вы говорите, работает сам на себя, во-первых. Ну, это ладно. И получается, что у него уставшая, то усталость точно неприятная. Значит, я могла его выслушать, да и просто помолчать, рядом посидеть. Могла я его как-то нормально принять, вместе фильм посмотреть, обсудить. А когда со мной сработал, сам все долго и думал, как буду сходить, да спать пораньше и сречь. Но, опять же, это ваш выбор. Почему вы выбрали такую работу, которая вас настолько сильно эмоционально выматывает, при том, что вы пошли работать по профессии. То есть, в ту профессию, по которой вы получали высшее образование. У вас были какие-то представления об этой профессии, были какие-то желания, но вы оказались не готовы к тому, что получили. Я задаю вопрос, а на сколько вы на своем месте тогда? Эээ, так, значит, эээ, меня на чего напрягать? Даже то, что с ним надо сидеть, пока он кушает. Почему? Почему вы должны сидеть с ним, пока он кушает и почему вас это напрягает? Видите? То есть, в вашей жизни происходят какие-то перемены, вы ответственность за них перекладываете, по сути, себя на мужчину. Ещё меня утомляло то, что невозможно дома побыть одной. Я, наверное, интроверт. Эээ, наверное, для меня важно хоть пару часов в день дома побыть одной. Я так восстанавливаю. Это вопрос личных границ. Это вопрос личных границ. То есть, если вам тяжело проводить время с людьми, значит, вы просто не имеете чётких личных границ. И да, это прямо вытекает из того, что вы чувствуете себя с мужем защищённым. То есть, сами себя защищать, вы не привык к сыну на психологическом уровне. А с работы получается, приходить домой, и тут же муж скорой, и не могу уйти в комнату, закрыться и сидеть одна. Приходится ему делать время с ним общаться. Это опять же вопрос, насколько, насколько естественно, насколько здорово выстроены ваши отношения. Судя по тому, что вы описываете, они выстроены очень, очень зависимо. Слушайте, вы говорите, что приходится с ним проводить время, и приходится с ним общаться. приходится через силу. И еще в то время я начала заниматься ремонтом нашей квартиры, все от нуля, мысль даже не находил туда ни разу. А должен был, для чего вы делали ремонт, тоже не очень понятно, особенно если участники уставали на работу. Я сама бригаду нашла, сама все координировала, ездила, построили, опять же не очень понятно, как вы к этому относитесь, ну то есть хорошо это или плохо. Он деньги зарабатывал, я старался максимально все сама сделать, ну и опять же, как вы к этому относитесь? Он помогал в сложных моментах, где я сама не справлялась, но рутина вся была на мне, и что? То есть как бы, ну вы как считаете, это плохо или хорошо, то есть так было? Через год я решила поменять работу, уволилась, мы с мужем занимались нашими семейными делами примерно месяц, мы запланировали переезд в другую страну, с этим были связаны дела, так там все не быстро. А как вы, как вы сказали, решила поменять работу? То есть, понимаете, если вы меняете работу, то вы уходите откуда-то и куда-то приходите, а вы, получается, просто взяли и уволили, вы не поменяли работу, вы просто уволили. Это разные вещи. Опять же, непонятно, как мы меняли работу, если вы собрались приезжать, то есть как бы странно. Потом оказалось, что я беременна, ну вот тут об этом, про беременность я, в принципе, уже говорил, да, то есть то, что в некотором смысле это безответственно. Ребенка пытались сделать несколько месяцев до этого, зачем, если вы собираюсь приезжать, и то вдруг получилось. Мне было уже 30 лет, и я, конечно, была очень рада этому, чем для вас ребенок был так важен. Значит, в первом месяце беременности он начал меня потихоньку выгонять на работу. Звучит так, что мужчина боялся, что с начала беременности вы полностью будете от него зависеть и полностью на него повеситесь. То есть полностью повесите на него все обязательства по содержанию, уходу и прочее. Говорил, ты же можешь еще полгода работать, устраивайся. Выгонял, значит, совсем не жестко, но скорее уколчиком. Но это страх. Мужчина, это страх. Это страх. Сильный достаточно страх. Другое дело, как вас эти уколы задевали. Потом начался токсикоз, и я не понимал, как я сейчас выйду на работу, в новый коллектив, надо вникать в новое дело, а меня это то тошнит, то все в ушах. Еще я за дременность очень боялась, здоровье женское у меня не очень. И я походил по собеседованию для вида, но так в итоге никуда не вышло. А зачем вы для вида походили? То есть у вас с мужем есть недоверие. Вы не выражаете, не отстаиваете ему свою позицию и точку зрения. То есть, опять же, я так чувствую, что работать вам особо не хотелось. Кстати, если вы хотели работать, то никаких проблем бы не было. Если бы вам хотелось заниматься тем, чем вы занимались. Так. Ребенок родился, все хорошо, мы, как планировали, переехали в другую страну. Сейчас ребенку два года, мы живем в другой стране. Муж только приезжает к нам примерно раз-два в месяц. Работа у него в России, и тут он работать вряд ли сможет. А как вы тогда планировали жить? То есть, возможно, муж угонял вас именно на работу и шейпайером, правда? Но он знал, что в новой стране работать не сможет. Так, значит, у меня есть помощники, няня, помощница по хозяйству. Я работу делаю сама и, плюс, изучая новый язык, неплохо продвинулась в этом. Значит, так, честно-честно занимаюсь. Опять же, выглядит так, как будто вы просто вот обрадуетесь сейчас. Так, честно занимаюсь. Так, плюс я адаптации к новой жизни, юридические, налоговые вопросы, новых знакомых, все новые на каждом шагу, куда-нибудь пойти. Все требует того, чтобы разобраться. А вы думали по-другому? То есть, ну, зачем вы это пишите? Плюс, с собой занимаюсь книжку, почитать, спортом занять. И мы снова начали миниативку по поводу того, как я на работу устраивал. Как вас это задевает? И вот я себе думаю, выйду на работу, допустим, я смогу найти ее тут. А ребенку в два года в садик. Риноват, конечно, невозможно. Но в садике же не в 10 часов, чаще всего в 8. И до работы еще доехать надо. Слушайте, ну, можно найти работу на полставки. Проблема. То есть, это опять, знаете, все, что вы пишете, звучит как отговорка. Вам не хочется работать. Вы боитесь в этом признаться себе и мужу. Так, ну, значит, так, ну, в общем, после всех этих расчетов, я думаю, правильно было бы сократить расходы. Ну, и дальше все упирается в интересы мужа. Кто-то хочет видеть вас как статус. Об этом я говорил. Вот. Ну, как будто не понимаете, что это моя работа, и мне совсем времени не останется. И морально все тоже. Да, ну, по крайней мере, вы будете статусные. Статусные. Я говорю, неужели так важно, чтобы я заработал в этом случае тысячу евро, ради этого такие жертвы? Говорю, дай время адаптироваться. Он вроде все понимает, потому что он начинает тюкать. Это его беспокоит просто. То есть, вы здесь. Ваша проблема в том, что вы воспринимаете на свой счет то, что он говорит. Так, я теряюсь, не знаю, что отвечать. Вот. Вот с этим нужно работать. Почему вы теряете? Подумать, ну, очень неприятно и беспокойно на душе. Вот с этим тоже я бы поработал. Почему вам неприятно и тревожно на душе. Вот. То есть, как бы, ну, вот что именно, что именно вас тревожит, тревожит опять же. Почему вам неприятно? То есть, ощущение, что уходит почва из-под ног у вас. Хожу и думаю разные варианты. Какие? Предстаю понимать, зачем я вообще здесь живу. Может надо вернуться назад и там на работу устроиться. Что говорит о том, что вы не очень понимаете, что для вас важно. Предстаю ценить все то, что я делаю. Это родительская позиция. Родительская позиция вашего мужа определяет ценность того, с чем занимаетесь вы. Все эти стремления и общие планы все как будто бессмысленно. Вам не только одно, чтобы наша работа. Это тот, чего хочет от вас муж. Только так он будет вас любить. А без этого вам ничего не нужно. Без этого для вас вам ничего не ценно. Хоть вы хотите мудро ростовой куклы стоять, только бы мышь перестал меня попрекать. А почему вам это так, ну, вам это так важно? Почему вас это опять же так задевает, что он попрекает? Что происходит? Мышь говорит, что переживаешь, если что случится, как я буду жить. Я считаю, что пока у меня есть здоровье. Так, ну понятно, мы с мамой не искренним здесь. Вообще говоря, я не понимаю, зачем мне срочно взять на работу. Вам не хочется работать. Вам не хочется работать просто. Зачем мне важнее ребенка чуть подрастить? Согласен. Я еще и второго родила бы. Зачем? Чтобы мы могли жить тут всей семьей, как мы считали. А есть ли семья на нем? Вот у меня ощущение, что каждый из вас это костыль друг для друга. Есть ли семья? Семья это там, где люди все-таки друг другу отдают. У меня такое ощущение, что вы с мужем друг от друга только требуете. Ага, а потом еще и на работу можно выходить. И то вы не уверены в том, что можно, у вас нет желания это делать. Ну не будет у меня карьеры, разве это в жизни главное для женщины. Так, а вот здесь уже у вас такие вот гендерные установки идут. Для женщины важно, чтобы она реализовывалась. Через ребенка, через семью реализоваться нельзя. Карьера, вы правы, не вы правы, не так важны, но дело и реализация очень-очень важны. Это не обязательно коммерческая деятельность. Разве плохо, что я поддерживаю мужа, люблю его, занимаюсь с ребенком, с помощью нянь гнязи, но больше честно, ребенок со мной. Плохо с точки зрения кого? То есть, понимаете, вот такое ощущение, да, что у вас не свое представление о женщине, а у мужа свое. И вы, желая удовлетворить своего мужа, боясь потерять его любовь, боретесь сами с собой против своих установок. А вам мешают негативные установки, что женщина должна быть только семьей, и работать она не должна. Заработать это тяжело для вас. И то, и другое, является крайне деструктивным для вас. И с этим нужно работать. В идеале, если бы вы с мужем обратились к психологу, для того, чтобы всем втроем разобраться с тем, что происходит. Понимаете, какая история? Вот так, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok